Здравствуйте, уважаемые друзья! Вопрос по нахождению людей в Канаде по закрытой рабочей визе По поводу того, что могут ли люди после того, как отработали на работодателя в течение одного года Податься из Канады на туристическую визу, использовать время для того, чтобы закончить школу водителей Ну и, соответственно, тракеров, и потом искать работу Значит, вводная информация, что любой человек, который находится на территории Канады Легально он имеет право на продление визы и на смену статуса В случае, если его ситуация не препятствует этому Я имею в виду, что он не нарушил закон или еще что-то такое Соответственно, если вы находитесь на территории Канады с рабочей визой То вы имеете две возможности, две опции Опция первая – это продлить свою рабочую визу Опция вторая – поменять свой тип рабочей визы на другой тип визы Студенческий или туристический Соответственно, это очень важный момент, потому что очень многие путаются, не знают там и так далее Хочу еще рассказать, что если вы находитесь на легальной территории Канады То вы можете продлить или поменять свой тип визы Там просто есть всякие разные нюансы Если вы работаете по закрытой рабочей визе То напоминаю вам, это значит, что вы не можете работать на кого-либо другого Кроме того работодателя, который вас сюда привез По истечению контракта вы, естественно, обязаны покинуть страну Но вы можете подать туристическую визу И важный момент заключается в том, что для того, чтобы туристическую визу вы активировали Вы должны доехать до пограничного пункта И пройти пограничный контроль, чтобы вам поставили штампик там Турористические визы обычно даются на три года Но это не значит, что все три года вы можете находиться на территории Канады Обычно как раз офицер, который проверяет эту самую визу на границе Он устанавливает срок пребывания на территории Канады Опять же, как правило, это период в 6 месяцев То есть 6 месяцев вы можете находиться на территории Канады как турист И не имеете права работать Таким образом, если возвращаться к самому вопросу То вы, находясь здесь, можете подаваться на туристическую визу Активировать вы ее будете И срок точно пребывания на территории Канады вы узнаете Когда подойдете к пограничному пункту, имея туристическую визу на руках И, соответственно, дальше все от вас зависит По поводу школы дальнобойщиков По поводу того, как сказать, к работе я уже видео делал То есть вы учитесь, вы проходите экзамены Вы ищете работу дателя И, соответственно, потом начинаете работать При удачном пресечении обстоятельств Опять же, после того, как вы отучились и нашли работу Работа дателя вам делает джоп-оффер И вы можете претендовать на рабочую визу Ведущую уже на сей раз Это будет открыта рабочая виза Ведущая вас на сей раз к виду на жительство в Канаде Такая вот история с данным стримом С данной тропой получения вид на жительство Все, всем откланиваюсь Всем хорошего дня и счастливо Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok